Здравствуйте! Велосипедисты уже вышли на дорогу. Сотрудники ГИБДД призывают велосипедистов грамотно вести себя на дороге. В первую очередь, не переезжать пешеходный переход. Согласно правилам, велосипедисты должны спешиваться и переходить проезжую часть. Еще одна проблема – езда по тротуарам. Нередко велосипедисты допускают наезд на пешеходов, что иногда приводит к серьезным травмам. А они все пьют. Более 20 нетрезвых водителей задержали в эти выходные сотрудники ГИБДД. В одном из рейдов побывала наша съемочная группа. Отчет об увиденном прямо сейчас. Хьяный дебош в Ивачевском гаражном кооперативе. Участники еще и на машине катаются. Такое сообщение поступило на пульт полицейским от бдительных сторожей. Туда направились наряды ППС и ДПС. Оказалось, шумело двое. Отец и его уже достаточно взрослый сын. Младший признается – дома отмечали день рождения. Пили вино, водку и вдруг что-то в гаражи потянуло. Пили, пили. Много не садились. За руль не садились? Да. Машина чья? Окса. Окса. Окса уже увезли. В автошколе учился, но права так и не получил, говорит водитель. Дышать в локотестер мужчина отказался. Его оформили, машину забрали. А тем временем там же в гаражах инспекторы встречают молодежь. Ребята стояли возле мотоцикла. Пояснили, что пытались завести технику. Правда, к счастью, не получилось, ведь по виду явно выпивали перед тем, как начать тест-драйв. Не, мы просто попробовали завести. Не надо пробовать. Не надо пробовать. Я вот только что его... Тем более пьяным. Инспекторы отправили молодых людей в гараж, чтобы поставили технику на прикол. А далее в городе, на улице Горького, сотрудники отряда вневедомственной охраны задержали автомобиль. На него была ориентировка. Машина отъехала от кафе, предположительно водитель не треск, а пассажир стреляет из пистолета. Были отработанные районы и Комсомольская 39. Мы зафиксировали эту машину. После движения мы ее остановили и досмотрели машину, обнаружили пистолет плиматический. И водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. С водителем и пассажиром разбирались уже два наряда – АВО и ДПС. Инспекторы ГИБДД интересуются у человека, который сидел за рулем. Вы что пили? Да, две стопочки в этот самый. Водочки? Мартини, мартини. И все, пахнет от вас хорошо? Ну, потом я все равно сок пью. Сок только пью. Да, давай. И все. Кстати, водитель не является владельцем машины. Ее хозяин как раз пассажир. Поэтому водителя очень удивил тот факт, что автомобиль забирает эвакуатор. Логика – владелец ведь не сидел за рулем. Он на куролете, он сидел вообще справа. Он же не за рулем сидел. Зачем стрелять было, спрашивают полицейские. Но на этот вопрос задержанные ответить внятно не смогли. Обоих доставили в отделы полиции. Как выяснилось, водитель уже лишен прав, поэтому к нему применили административный арест. А стрелявший друг получил штраф. Ну а в середине рейда массовая проверка на улице Металлурга. В пьяных там не выявили, зато знания по правилам у водителей повысили. Под конец рейда дорожные полицейские провели еще одну массовую проверку на улице судоремонтной. Водители реагируют спокойно. Охота на пьяных – это как раз тот случай, когда автолюбители полностью солидарны с сотрудниками ГИБДД. И никто не спорит, таких надо убирать с дороги. Причем череповчане активно помогают инспекторам, сообщают дежурную часть, если видят пьяных. Они создают опасное положение не только для себя, но и для остальных, для окружающих, не задумываясь об этом. От одного из водителей исходил запах алкоголя. Инспекторы предложили пройти освидетельствование. Мужчина согласился. Трезвый оказался. Чего не скажешь о задержанном водителе на улице Столиваров. Автолюбитель управлял Нивой. Ему было предложено пройти освидетельствование на месте с применением алкотектора, на что он согласился. В результате было установлено состояние алкогольного пенения. Также при проверке по базам данных выяснилось, что водитель недавно получил водительское удостоверение после лишения. Соответственно, был составлен административный материал в отношении данного водителя. Транспортное средство задержано на спецстоянку. Всего в эту ночь инспекторы ГИБДД задержали 8 пьяных водителей. Одного из таких злостных нарушителей выявили на трассе. На автодороге ЧПС Сергия Посад задержан пьяный водитель, который ездил по деревне, а потом поехал в палатку за спиртными напитками. Выехал на автодорогу Сергия Посад. Выехал бы, если бы инспекторов не было, выехал на встречную полосу. Все, что угодно может произойти. Примеров очень масса. Все водители уверены, когда сотрудник ДПС останавливает, водитель пьяный уверен, что да, вот он управляет, ничего не совершает. Но у нас есть обратные примеры. Взять 2 января, да, на автодороге ЧПС Белозерск. Три человека погибло. С начала года по вине пьяных водителей произошло 4 ДТП, в которых погибли три человека. Какие городские события стали объектом внимания участников группы ДТП Череповца, расскажут администраторы. Волна аварии, где были сбиты люди прямо на пешеходных переходах, захлестнула город на этой неделе. Мужчина сбит на проспекте Победы 134, пострадавший до сих пор в коме. В воскресенье дедушка получил травму под колесами автомобиля на Первомайской 41. Вчера на Советском проспекте пожилая женщина попала под колеса. Водитель не заметил пешехода из-за яркого солнца. В больницу доставлена женщина 74 лет. Ее сбила машина на улице Беляева. И уже вне пешеходного перехода был сбит пенсионер на улице Данилова. Он получил травмы лица и головы. Был госпитализирован. Неосторожный маневр на дороге может привести к самым печальным последствиям. Так, поворачивая налево, легковой автомобиль стал причиной опрокидывания внедорожника. На Северном шоссе легковушка оказалась зажата между буханкой и столбом. Печальную картину наблюдают жители по улице Набережная, дом 35. Не первый раз в группе появляются фото от участников со свалкой медицинских отходов. В комментариях участники отметили, что это большая опасность для детей, играющих в этом районе. О событиях, очевидцами и участниками которых вы стали, мы расскажем через неделю. Ждем новостей. Вопросы в нашу программу можете задавать по телефону 578-555. Смотрите нас на сайте 35media.ru. На этом все. Увидимся в пятницу. Субтитры подогнал «Симон»